Всем привет! Это канал Казак ТВ и это очередной тест! Это не велосипед. Это настоящий ДХ-байк для уничтожения трасс серьезного уровня. Этот велосипед настолько быстр, что с ним даже не все могут справиться. За его спиной огромное количество побед на мировом уровне. Он спроектирован и создан лучшими инженерами в мире. Протестирован лучшими райдерами на планете. За его бренд катают самые именитые гонщики. На этом велосипеде рассекает Луи Брони, Трой Броссон в 2016 году. Итак, встречайте, подонки! Это Спешлайс Демо 8! Как заявляет сам Спешлайс, в 2007 году они разработали демо. И это был первый байк, но он не был гоночным. Он был фрирайдным байком, на котором чуваки сыпали. ДХ тогда еще был не суперразвитый. В 2009 году они сделали новый демо. У него уже был характер гоночного велосипеда. Но, опять же, это не была стопроцентная тачка для уничтожения. И только с 2011 года, когда в команду пришел Сэм Хилл, они сделали настоящий ДХ байк. Сэм Хилл в команду, конечно же, пришел раньше. И он катал еще на раме 2009-2010 года. Но полноценно при его участии они выпустили уже с 2011 года настоящий гоночный байк. Сто процентный даунхилл. Никакого закоса патриарда в нем уже не было. Система подвески ФСР. Технология, обеспечивающая большой контроль, комфорт и эффективность подвески велосипеда посредством изолирования крутящего момента цепи тормозной нагрузки. ФСР позволяет подвеске свободно сжиматься и разжиматься в зависимости от рельефа, в результате чего увеличивается время сцепления колеса землей, тем самым повышая управляемость велосипеда. Сглаживание неровностей обеспечивает более комфортное катание. Вот это киса. Размер L, год 2012, ход 200 мм, в передизайне 8 дюймов, вес 6,5 кг. Полный кастом, второго такого вы не найдете и не увидите даже никогда в жизни. Это мой велосипед, личный, вашу маму. Прости меня не ругаться, я буду сдерживаться, если что запикаю. Но в нем душа моя личная, помимо компонентов, которые меня устраивают, в нем лежит моя чертовая душа вложенная. И этот велосипед выиграл, я не знаю сколько гонок я на нем выиграл, но дохера. Два кубка точно он мне привез. Что рассказать-то вам о нем? Расскажу. Материал рамы. Алюминий. Нет, не так. Визуальная оценка, у нас идет по плану визуальная оценка. Ну давайте вот так вот сядем с вами и посмотрим. Потрясили? Это божественная рама, мне очень понравилась, особенно их рама, которая в 2011 году вышла, которая была такая заниженная, просто космос. С этими шестью перьями сзади. И не сразу я понимал это, но потом как-то это понравилось, и уложить ее крайне сложно. Конечно, есть люди, которые это могут сделать, но это очень сильно нужно постараться, чтобы положить вообще эту раму. Там пушна, нижняя труба, просто вот такая вот закрытышная узла. Цвет рамы, ну не знаю, по моему личному мнению, в те годы это был самый лучший цвет, самая лучшая раскраска. Была черно-белая, нет, черно-красная была, еще разные были, салатовая была. Не знаю, мне это больше всего зашла. Рама алюминиевая, Splav M5, это самый передовой материал алюминия, который используется, который вообще существует в мире, мне кажется. Шесть перьевая, это коронка у демочей, только они такое делают. В подвеске, шесть перьев точнее, я хотел сказать, в подвеске 12 бромбо-шипников. Это просто садуна невероятная. Отметить по характеристикам этого байка, очень сильно хочется ее центра тяжести. Он максимально здесь заниженный. Короткие перья, большой угол рулевой, как бы это те вот, те коронки, которые обладают, как бы, дамач. Немаловажно, что отметил Гвинн по этой раме, когда он у него пересел. Байк остался фаном в победении, несмотря на гоночное предназначение. Он реагирует на движение быстрее, чем какой-либо другой байк, который у меня до этого был. Я с ним полностью соглашусь. Это очень отзывчивый велосипед. Просто чертовая ракета, которая тебя понимает с полуслова. Все твои пожелания она читает, черт, по мыслям, мне кажется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 четыре разные по жесткости меня устраивает но конечно я бы хотел воркап я бы хотел вилку которая воздушная которая имеет дополнительные ряд настроек но это дорого супер дорого поэтому я пока катаюсь на обычных всю жизнь катаюсь на таких рокшоках как боксерах и меня устраивает она хоть не стучит и работает плавно дальше руль raceface six six как секс звучит это так и есть карбоновый обалденный руль 31 8 стандарт я хотел по 35 купить но не было тогда выносы raceface и пришлось купить thompson и этот руль руль буду менять роль очень понравился хочу больше пойдем и хочу огромное крепление руля тормоза shimano saint m820 с радиаторами охлаждения с керамическими поршнями четыре поршни первых два поршня вечного диаметра вторые два уменьшенного диаметра радиаторами охлаждения которые отводят тепло специальными роторами а из технологии которые отводят тепло есть роторы с радиаторами еще на метки не стоят чуть попроще у них супер модуляция у них просто сумасшедшая мощность как стоп краны тормозят и они очень сильно хорошо охлаждаются это лучшие тормоза для донхилла на моё личное мнение и да они выглядят чуваки просто сексуально вот это вся байда выглядит просто хреней ручки изящный подгин палец эти сделаны ручки специально это очень удобно минеральное масло никакой тормозок и мне не очень нравится но я бы эти тормоза не ставил бы на эндуро велики ну там такая мощность просто не нужна они же весит меньше как бы и ну может быть меньшими раторами не знаю но может быть в горах все катаетесь а вы поставили поэтому минусы в этих тормозов есть есть минус когда вы поставите новые колодки и пока они не притрутся вот это вот ручня вот это будет трахтить чуваки полгода у вас вот это меня бесит и минус том что колодки эти стоят кучу денег тысячу гривен помызают колодки на них это блять это это очень дорого поехали дальше монетка и перекидка сцен тоже 820 это вообще без вопросов монетка перекидывает что так 5 звезд что в обратную сторону две сразу можно сбросить с рэм вот тебе с рэм ты этого можешь и не вряд ли научишься причем ходите указательным пальцем сбрасывайте две звезды ходите большим пальцем накидывайте две звезды как вам нравится она работает во всех положениях это очень круто перекидка вообще дерзкая крутая но я оборужил на них проблемы причем сегодня случайно я это заметил когда снимите цепь она люфтит чуваки понимаете что она стоит 100 чем-то баксов и она люфтит она у меня два месяца и в горах на ней был один раз она уже люфтит это какого хера вообще как она может люфтеть какого я над ним падала на это же еще не работала и заводская смазка она уже там где мне там ниши гранник не тянуты там где пины стоят она просто вот так вот блять уже гуляет у меня с рэм x9 был ей 5 лет было она ни разу не билась так терлась она меня не так люфтила как вот этой перекидки который месяц от силы вот я тут нахер расстроены вообще поехали дальше шатоны карбоновые почему именно такие выбрал признаюсь честно хотел повыебываться поэтому заплатил за карбоновые шатоны чухи не очень красивые реально это просто такие шутки и я понимаю что покупаю только трушные чуваки либо на мажорные велики либо не знает вообще их покупает как бы но блин мне не нравится я купил я вообще не расстроен если что купил наконечник карбон не царапался и очень понравилось карбоне помимо их него веса они полностью полая это очень важно карбоновый полный шатоны они пустые внутри это очень круто и прикол в том что когда эти на большую скорость отлетает камни в них этого не видно то есть как бы они царапаются на этих царапин не видно то есть если вас были бы черные альбинивые штаны и летели бы камни и царапали там были бы видны это как анодировка сдирается или вмятины было видно а тут нифига не видно просто как будто ничего не было потом идешь и смотришь блин надеюсь мне тут что-то надлетел камень его не видно дальше колеса это крэнк бразер сейдж 26 дюймов как сказать я их купил так знаете задешево попали себе под бескамерные колеса и купил и решил попробовать бескамерные колеса я не могу сказать что я без ума таких колес они прикольные но войти они визуально доставляют больше удовольствия чем на практике то есть везде они их накат так себе не очень торсионная жесткость не так себе поштут список нету половины дря вы все тяжелое несмотря на то что кажется ой какие прикольные для в этом половины списка нету да но за счет этого профиля который идет просто вот такие ниши шмат алюминия они очень тяжелые них фиговый накат и самый большой минус том что человек и список которая навернется у вас здесь она вас на вернется поверьте мне на вас навернется стоит невероятных денег и продаются они по отдельности то есть вот эта стальная часть продается от этой алюминиевой части стоит остальная часть стоит в районе двух двух с половиной евро алюминиевая стоит от 4 до 7 евро как повезет плюс доставка за одну списку 10 евро на 1 так что чуваки подумайте зато когда приезжаете на любой гонке либо в любую тусерное место конечно все и все этот вопрос будет постоянно больше не выглядит необычно это как фэд ну и все что могу про них сказать глинух они просто необычные наверное все ничего такого сверхсестного у них нет грипсы raceface поставил недавно не нравится на одном замке они прокручиваются одна из них полностью причем прокручивается она на своей основе то есть сама эта резинка прокручивается ну вот такие вот грипса блин не знаю я raceface люблю но вот у них бывают такие фейлы с такими компонентами встречаются поэтому буду заказывать себе обратно свои любимые оди успокоитель тройте в их столе классный успокоитель специально по лицензии мрп сделал или мрпм дело дело чтобы не знаю кто кому делает успокоитель например в том что передняя направляющая лыжа раскрошилась у меня буквально через две недели она просто выпала крепление и кусок пластмасса просто вот так вот рассыпался что не пришлось хомутиком скреплять и по сей день уже три года и езжу с хомутиком успокоитель который стоит на минуточку 170 долларов вы только подумайте об этом это вообще звезда крутая звезда у меня стоит x1 по технологии x-sync с рэмовская с переменным сечением дерзкая звезда многие скажут зачем тебе успокоитель спереди чуваки я не люблю тебя знаете вот это вот нервно себя чувствует на его спиде когда вы ломитесь по камням и ромашку щипаете спадет цепь не спадет спадет не спадет ой спадет на этих камушках или спадет на этом вылете я поставил успокоитель и я езжу спокойно душой это первое второе у дема слишком заниженная каретка и когда вы приземляетесь на большом вылете зачастую есть вылет какой-то на трассе приземление с камней состоит у вас каретка прожимается вы черпаете педалями звездами да ни с чем потому что эту раму зачастую гнут снизу камнями в том не выверли звезду есть там плавник который на себя берет все эти удары если посмотреть он просто так вот из полосын как спина раба какого-то поэтому я лучше покатаюсь успокоителя но посидел томсон классические все идут томсона томсона лид очень хороший посидел полосы фрезерованный мне очень нравится он такой как овальный как оливка сделано внутри не тупо круглый откол овальненький поэтому его согнуть там тяжело здесь там круглый внутри просто стенки с переменное утолщение покрышки шваль бы magic мэри эволюшен самые заряженные с самым мягким компаундом верстарь не ошибаюсь я скажу вам точно скажу на верстар у меня стоит бескамерные держат супер круто лучше я пока уж не знаю не такие знаете универсальные они очень хорошо для трассы которая сильно же раскатная то есть очень пыльные они удержат за счет высокого протектора очень хорошо и для трассы которая такая грязноватая когда прошел дождик такая уж не совсем прям болот а вот такая легкая грязючка они на тоже круто держат потому что трассы которые суховатые на них будет скользко очень причем скользко поэтому нужно ставить ему другие покрышки а так они очень шикарные педали redspace эффект им уже кучу лет четвертый год пошел собираюсь менять меня очень нравится люфтят потому что там один пром и это втулочка которая скольжение такая пластиковая просто вырабатывается начинает люфтить то есть они про влюфтить то есть она просто меняется на другую и катается дальше знаю можно всю жизнь на них кататься на этих педалях вообще не не сутрюйте их дайси резюмируем для кого этот байк байк для гонщиков которые хотят получить максимальное время на трассе максимально минимальное время а так чуваки но явно не того что потасоваться велосипед явные для того чтобы выпендреживаться конечно такие кадры есть и не отписаю но этот велосипед для профессионалов для тех кто хочет просто офигевать от его скорость лучше этого велосипеда может быть только карбоновый велосипед на 27 5 на тех которых сейчас расскажет ну и бруни и воскресенье начнем найти мне кажется он покажет шикарное время но с вами как всегда был канал казак тиви ой я забыл же сказать ёкки-мокки байк конечно получает защитку от канала казак тиви у него даже есть чертовые уже наклейки но я этому байку сделаю еще подарок я ему подарю новые педали race face атласа я уже заказал не их приедут это будет лучший подарок от меня этому велосипеду но с вами как всегда был канал казак тиви подписывайтесь на канал ставьте палец вверх всем пока